К нашему эфиру присоединяется Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований. Здравствуйте. 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 Крупнейшая атака на российские военные аэродромы. Вот с этой темы мы хотели бы начать нашу беседу. Сразу четыре из них были атакованы силами обороны и СБУ. Информацию уже подтвердили в генштабе ВСУ. Среди них была атакована авиабаза «Совослейка» в Нижегородской области. Именно там базируются в частности самолеты МиГ-31, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». И вот очень часто во время воздушных тревог мы читаем, что борта взлетают именно с этого аэродрома. Что показательно, российские власти молчат. Пока ни одного комментария. Вот только некоторые Z-военкоры пишут, что российское ПВО не смогло защитить вот эти объекты. Скажите, насколько это болезненный удар для путинской армии и поможет ли это остановить террор украинских городов? Во-первых, необходимо отметить, что фактически за две недели Украина нанесла удары по шести аэродромах на территории России. Это аэродром Морозовск, это Липецк, это Халина, это Борисоглебск, это Балтимор под Воронежем и Совослейка. То есть можно отметить, что в принципе Украина достаточно серьезно взялась сейчас как раз именно за аэродромы. Поскольку на одних аэродромах базируются преимущественно носители управляемых авиабомб, такие самолеты как Су-34 в частности, например, Липецк и Морозовск, и там уничтожались склады с авиабомбами. В Савослейке действительно находится МиГ-31К, там есть военно-транспортная авиация и есть, соответственно, склады, в том числе с ракетами Кинжал. Учитывая тот факт, что на сегодняшний день Россия производит в среднем 3-4 ракеты в месяц именно Кинжалов Х-47М2, это потери, и поэтому Украина ищет пути постоянно для того, чтобы поражать именно место стоянок самолетов, но и места нахождения именно ракет и авиабомб. То есть сейчас мы можем наблюдать ситуацию, когда понятно, что пока дроны долетают, Россия пытается выводить из-под удара самолеты, они взлетают и перелетают на другие аэродромы, преимущественно, за исключением некоторых, которые не успевают. Но авиабомбы, ракеты, горюче-смазающие материалы, все, что находится на складах, инфраструктурные объекты аэродрома ты никуда не перевезешь. И, соответственно, по ним сейчас прицельно наносят удары украинские силы для того, чтобы выводить из строя либо аэродромы как таковые, и для того, чтобы делать их невозможными для использования для противника, либо наносить удары по складам, где находятся именно боеприпасы, снаряды и средства авиационного поражения, которые использует Россия. В Саваслейке, в частности, есть повреждения, уже есть спутниковые снимки, сейчас они верифицируются, там был пожар, есть уничтоженные складские помещения как раз возле аэродрома. Поэтому нельзя исключать, что именно там могли накрыть. Что-что? Пишут, что было до 10 взрывов, именно на Саваслейке только. Да, до 10 взрывов. На сегодняшний день там как раз, потому что пока что на данный момент удалось верифицировать, верифицировать, как раз, ну скажем так, пытались поразить склады с ракетами, кинжалами, средствами авиационного поражения, складом горюче-смазающих материалов и так далее. Именно там зафиксированы пожары. Поэтому не исключаю, что ракеты, кинжал, они могли фактически быть в этих помещениях, они могли там находиться, ну и сдетонировать. Поэтому если мы лишили запаса России на 2-3 месяца, например, а там не меньше ракет должно было бы находиться, соответственно, это уже довольно-таки успешный результат. Поэтому сейчас идет комплексная работа для того, чтобы уменьшить возможности российской авиации. И эта работа ведется и украинскими средствами ПВО, и ударами непосредственно по российских аэродромах. И если мы уже говорим о том, что Украина достает до таких знаковых объектов, как, например, Липецк, это очень важный аэродром, это база повышения квалификации и военно-учебная тренировочная база, база, где производились улучшения и внедрялись улучшения в полеты российской авиации. Либо Саваслейка, либо перед этим стратегический объект для России Оленья, где находятся самолеты Ту-95 и Ту-22М3. То есть я могу сказать, что российскую авиацию ждут непростые времена. Ведь понимаете, в чем дело? Они ведь вынуждены искать новые аэродромы, дополнительные возможности. А достаточно много чего привязано именно к существующей аэродромной сети. Потому как оттуда осуществляются вылеты, маршруты, пилоты уже, которые научились, которые как раз привыкли к тому, чтобы осуществлять вылеты именно с этих аэродромов. Если их перебазировать, возможны ошибки, как было в Моздоке, когда неопытный экипаж фактически заходил на посадку и борт упал в горах, потому что они не знали о ландшафте местности, и тогда они там не летали. Поэтому это все тянет за собой достаточно серьезную цепочку. И пока Украина ждет, что Запад даст нам право бить, в том числе атакамсами, по территории России, никто не сидит сложа руки и наносит удары. За июль Украина уже превзошла Россию в дипстрайках, так называемых, в ударах по ее территории. Почти на 100 дронов больше Украина запустила, нежели Россия. Поэтому тут прогресс очевиден. Главное, чтобы он продолжался, конечно, не можем не поговорить о главной теме последних дней. Это операция в Курской области. Главком ВСУ Сырский сказал, что окончен поиск и уничтожение противника в судже. С начала суток в плен взяли больше ста военнослужащих Российской Федерации. И от одного до двух километров на разных участках есть продвижение в Курской области. Это за вчерашние сутки, да, отчет. И вчера же вышел большой репортаж украинских журналистов из Суджи. Они снимали на окраине города, снимали в центре города, показывали, как украинские военные помогают местным жителям, раздают гуманитарку. Но в это время в России командир Ахмата Алаудинов, он говорит, что украинцы не контролируют Суджу. Мол, где-то там они на окраинах, они пытаются войти в город, но бои продолжаются. Зачем это говорить? Кому он это говорит, если есть вот факты того, что украинцы в Судже? И почему вообще Алаудинов стал спикером главным на этом направлении? Ну, кого нашли, понимаете, кого нашли. Вы знаете, там же была проблема и с железной дорогой, и не могли они вовремя вывозить людей. Как раз потому, что подразделение Ахмат обстреляло железную дорогу. Они хотели остановить украинские войска, остановили поезда РЖД, собственно говоря. Поэтому, ну, есть, наверное, чем гордиться. За это стал и спикером, собственно говоря, как раз движение там. Но я думаю, что это просто попытки Кремля найти хоть кого-то крайнего. Кто бы говорил что-то, кто бы вещал оттуда, кто бы, скажем так, доносил хоть какую-то информацию. Соответственно, эта информация, она ложная. Все это видят. Украинские войска контролируют Суджу. Но, понимаете, прекрасно, что просто ложь, которая сейчас идет от Алла Удинова и других, она направлена на аудиторию, которая мало чем интересуется и у которой нет источников информации. Или которая сознательно себя ограничила от других источников информации, которые доносят правду о том, что там сейчас происходит. К слову, Россия пытается любыми сейчас способами заглушить любую информацию, любую критику военного руководства за то, что произошло в Судже. Они пытаются заглушить любую критику того, что местные власти и региональные власти, да и федеральные, не смогли провести вовремя эвакуацию и помочь людям. Что те же подразделения Ахмат, Алла Удинова и другие отходили из Суджи. И когда они оттуда убегали, то, в принципе, никаких коридоров и ничего не было создано для эвакуации местных жителей. И, соответственно, никто не хочет говорить об этом эпическом провале. Поэтому сейчас говорят и пытаются это все свести к тому, что как будто это провокация, как говорил Путин, ничего серьезного, никто населенные пункты не контролирует и тому подобное, и тому подобное. Но подтверждение того, что пункты контролируются, вы уже упоминали о визите туда съемочных групп, туда средств массовой информации. Президент Украины Владимир Зеленский поручил при необходимости создать военные комендатуры. Это уже очень важно. Могу сказать, что по моей информации не исключается открытие определенных представительств рекрутинговых центров и не только сейчас Легиона Свободы России и Русского добровольческого корпуса в Судже с целью установления там в том числе определенной власти, которая представляет как раз Россию, которая исходит из России, но имеет абсолютно другое видение развития будущего России. Поэтому об этом сейчас тоже Кремль умалчивает и пытается различными способами дискредитировать. И это все свидетельствует о том, что Суджа под надежным контролем сейчас вооруженных сил Украины. Думаю, что там появятся представители российской вооруженной оппозиции, также, которые будут определять и выполнять определенные властные функции и полномочия, которые сейчас необходимы. Но это все, конечно же, будоражит. И, кстати, я бы не исключал, знаете, что в какой-то момент к этим всем движениям, которые сейчас продвигаются в Курской области, присоединится и так называемый Новый Пригожин, о котором говорил руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов, о том, что он созревает. Вот как раз для него момент. А Алаудинов и прочие будут распространять в дальнейшем фейки о том, что все хорошо, границы на замке, все под контролем и так далее. Помните, несколько месяцев назад, как подразделения Ахмата и другие записывали видео, пропагандистские ролики, как они, мол, заходили на территорию Украины и в серой зоне где-то пытались там флаг установить, которые достаточно быстро наши бойцы потом сняли. Ну вот, они тогда заходили и говорили, что у них все под контролем, что украинские войска не могут зайти на территорию России, напротив, только чеченские батальоны могут зайти в Украину. Но произошло все наоборот. Поэтому я это к тому, что говорят достаточно много и записывают много видео, но, как правило, достаточно весомый процент из этого просто не соответствует действительности. Да, мы помним, как они Пригожина останавливали, да, вот колонна там уже прошла, они записали тикток и быстро тоже уехали. В догонку, в догонку ехали. Да, да, да. Ну вот, кстати, еще и начальника генштаба Российской Федерации Герасимова уличили во вранье Путину о ситуации в Курской области. Вот на заседании Совбеза, которое было 7 августа, он доложил, что на территорию Российской Федерации вошли тысячи воинов ВСУ. Хотя тогда уже было понятно, да, что эта цифра очень далека от реальности. Но через сутки россияне сообщили, что якобы 945 украинских солдат уничтожены, а наступление остановлено. И у всех тогда был вопрос, да, а кто вообще тогда там воюет? Скажите, ну вот такое вранье, которое поставила российский генштаб, просто в смешное положение. Оно осознанное или тоже, может, от незнания ситуации? Ну, смотрите, дело в чем, я бы сказал так, как мне кажется, это интересный аспект, почему? Потому что я бы не исключал, что кто-то в российском генштабе либо российская разведка ГРУ, ГШ, которая докладывала Герасимова и далее, они понимали и осознавали, что украинская операция может начаться. То есть в какой-то момент они могли знать об этом. Но что они сделали, я думаю, что они сознательно где-то даже это допускали, потому что я бы не исключал, что внутри российского командования есть люди, которых не устраивает то, что сейчас делает Путин, ведь он просто, он знаете, он разрушает боеспособность вооруженных сил России в боях в Донецкой области, где кладут дивизиями в боях за посадки и за небольшие села людей. И поэтому вот тут достаточно много лжи, поскольку изначально доклады шли не те, изначально могла быть дезинформация, и, возможно, достаточно много что стало новым и шокировало, естественно, Путина, взволновало его, взбесило, наверное. Ну а дальше пошло все как обычно. Дальше пошла обыкновенная ложь, дальше пошли доклады наверх, что все будет хорошо, что все будет нормально, не переживайте, небольшое количество войск, потом большое количество войск. Поэтому, поскольку так достаточно серьезно информация расходится и разнится, это свидетельствует о том, что, во-первых, российское командование высшее военное руководство, военно-политическое, я бы так сказал, были совершенно не готовы, и их застала врасплох украинская операция. При этом я допускаю, что определенное количество людей могли понимать и осознавать, что готовит Украина, и сознательно держали в неведении Путина, и дезинформировали и Путина, возможно, кто-то и Герасимов. Для чего? Для того, что они просто реально саботируют, и они хотели бы, чтобы это произошло, чтобы это открыло глаза, возможно, всем и показало, что пока Россия, пока Путин держит свои войска в Донецкой области, в соседнем государстве, куда он осуществил вторжение, Россия теряет свои территории, не может защитить свои границы, и уже сколько дней продолжается операция в Курской области, так и не может решить, а какие же подразделения в итоге будут защищать Курскую область, Белгородскую и так далее. Группировка войск Север, срочники, солдаты срочной службы, либо боевые подразделения с Донбасса. Достаточно много вопросов. Я думаю, что в будущем мы узнаем на них довольно-таки интересные и, может быть, даже неожиданные ответы. Еще такой интересный момент хотела у вас уточнить. Вот российские ЗЭД-каналы и пропагандисты разгоняли информацию, что Путин назначил координатором подразделений армии РФ в Курской области Алексея Дюмина. Когда-то он обеспечивал его охрану, затем был губернатором Тульской области. И вот на этих каналах очень радовались этому факту. Но назначение Дюмина, оно ведь де-факто означало отстранение от управления войсками в Курской области Герасимова. Правильно я понимаю? И вчера вечером эти же каналы начали массово вот эту информацию опровергать. Скажите, что там у них происходит? Смотрите, все, что сейчас происходит в этом плане, это, во-первых, почему все так происходило? Почему Путин реагировал так, как он реагировал? Он реально испугался. Он был шокирован тем, как события развиваются, как все катится, что называется. Второй момент. Он ведь продемонстрировал слабости. То есть он пытался унизить уровень военного проникновения украинских войск, наступающего в Курской области, перевести все в ранг провокации и так далее. Третий момент. Исходя из того, что всем стало понятно, что то, что говорит Путин, не соответствует действительности, что угрозы гораздо больше, он собрал второе совещание. И уже на втором совещании он пытался там что-то более внятно объяснить и отдать соответствующие поручения. Но в итоге всего, понимаете, это все был такой туман. Это все был такой обман. Почему? Потому что обратите внимание даже на заявление Путина во время второго совещания. Он говорит о том, что это КТО, контртеррористическая операция и так далее, и дает поручение Министерству обороны выдавить вооруженные силы Украины с Курской области. То есть при этом всем, кто бы там ни был, Дюмин, кто бы там ни был, Бортников, кто бы там ни был, и Алаудинов, неважно. Он говорит о том, что именно Министерство обороны. Министерство обороны – это вооруженные силы России. И это в этом вот как раз и вся правда. А дальше просто пошли попытки прикрыть все это, назначив какого-то координатора. Потом назначив режим КТО. Поняв, что все-таки необходимо перебрасывать. Ну как, понимаете, каким образом вы можете обойти начальника генерального штаба? Ну это же, это нонсенс, понимаете. Каким образом вы можете отдать поручение, приказ о перемещении войск? Например, из Запорожской области, оккупированной части, в Курскую область. Кто такой Дюмин? Кто из военного руководства России его послушает? Ну то есть вы понимаете, что есть четкая иерархия. В России это Белоусов, министр обороны, ему подчиняется начальник генштаба Герасимов. Без них проводить мероприятия при участии военнослужащих, я подчеркиваю, российской армии военнослужащих, принимать соответствующее решение вообще исключено и невозможно. Но поскольку Путин был растерян, он был взволнован, он где-то не в полной мере доверял, наверное, Герасиму, и Герасимов, очевидно, доверие это потерял. Он искал пути, каким образом можно вот сейчас эту ситуацию решить. Но все пути в итоге привели к тому, что он дал поручение Министерству обороны. И поэтому без этого все остальное – это игра на публику для людей, которые, возможно, все имут на веру там в России, либо где-то еще. Поскольку, я еще раз подчеркиваю, что ни один военный устав в России не даст полномочий любому командиру действовать по приказу Дюмина, Бортникова, либо еще кого-то. И у них есть начальник генштаба, есть министр обороны, непосредственно их военные начальники. А вы знаете, я вот читала такая версия была, что Дюмин, он же в свое время очень симпатизировал Пригожину. Я вот читала, что его назначили, а потом побоялись, что он как-то может там собрать какие-то войска и развернуть их на Москву. Может такое быть или нет? Ну, смотрите, понимаете, фактор Пригожина сейчас, я думаю, многие могут использовать в той или иной мере, но он должен быть публичным. То есть симпатизировать мало. Понимаете, фактор Пригожина ведь в чем? Феномен Пригожина в чем? Он же массы там своих поклонников, он вдохновлял постоянно, он подпитывал, он раздавал интервью, телеграм-каналам, медиа, он выступал. Но сейчас такого не наблюдается. То есть откуда мы знаем точные взгляды сейчас Дюмина, что он думает и как? Какое-то его окружение, да. Для того, чтобы о нем, понимаете, для того, чтобы повернуть войска, необходим сейчас достаточно мощный голос. То есть этот человек должен выйти, сказать, он должен что-то обозначить. Либо он должен быть способен провести серьезный государственный переворот в России военный, который устранит Путина, и воспользоваться этим. Тогда у него должна быть поддержка генералов и офицеров. Вот тут другой аспект. Такой еще вопрос хотели с вами обсудить. В Американском институте изучения войны полагают, что события в Курской области заставят российское командование полностью пересмотреть все стратегическое планирование. Вот Россия рассматривала международную границу как такой спящий фронт, и это давало Кремлю такую большую гибкость в накоплении, в привлечении человеческих, материальных ресурсов для военных операций в Украине. Теперь это, ну, по сути, горячие точки. Значит, нужны люди, нужна техника. Где будут брать, с каких направлений могут перебросить или уже перебрасывают? Смотрите, вариантов не так много, на самом деле, поскольку эта ситуация показывает, что оперативных резервов, созданных в России сейчас боеспособных, в значительном количестве их нет. Они все задействованы сейчас в районах ведения активных боевых действий. На востоке, в первую очередь, на Донецком направлении. То есть, они ведут боевые действия там, они ведут боевые действия на Харьковском направлении, группировка войск Север. На юге они тоже выполняют определенные наступательные действия в районе Работина, на Ореховском направлении и так далее. Посему, как мы увидели, на протяжении фактически 10 дней негде взять эти резервы и помимо того, как снять с фронта. Поэтому, если мы говорим о боеспособных войсках, их помимо Донецкого направления сейчас нету, относительно боеспособных. Есть другой вариант. Какие-то сводные батальоны, как там сейчас хотят делать, со срочников и мобилизованных. Ну, вот таким образом. Но я думаю, что срочников побоятся бросать, потому что, обратите внимание на интересный факт, Украина пополнила значительно обменный фонд, и там есть и солдаты, и срочные службы. И Россия сначала сказала, что они закрывают все пути к обмену, любые переговоры по этому вопросу. А вчера уже, как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил, уже выходила на него российская сторона по вопросам обмена. Почему? Потому что солдаты срочной службы. Комитеты солдатских матерей не этого боятся. И поэтому тут навряд ли. И тут два варианта. Либо перебрасывать и снимать подразделения с востока Украины, и пытаться сдержать украинское продвижение, либо смириться с тем, что это наступление, оно будет постепенно-постепенно продолжаться. Ну и тогда, если очень можно, коротко, потому что осталось у нас секунд 30, а что касается тогда всеобщей мобилизации, как вы полагаете, Путин решится или нет? После всех этих событий? Нет. Нет, не решится. Она продолжается в том виде, в котором она продолжается, в скрытом формате. И там нету мобилизованных. Есть условные добровольцы-контрактники, которые подписывают контракт. В таком виде, я думаю, она и будет продолжаться. Идея мобилизации не популярна. Ведь почему сейчас не штурмуют военкоматы после событий в Курской области? Спасибо огромное. Вот и весь ответ. Спасибо огромное. Спасибо за ваши комментарии, за вашу экспертную оценку. Всегда рады видеть в нашем эфире. И зрителям напомню, что Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, был в эфире Фридома. Благодарю. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Фридом круглосуточно доступен на нашем сайте. uatv.ua Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Фридом самая оперативная и объективная информация в открытом доступе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok